В 1612 году силы второго ополчения полностью освободили Москву от польских интервентов. Это стало переломным моментом смутного времени. С образом иконы Казанской Божьей Матери ополчение Минина и Пожарского сражалось за отечество с оккупантами. Память о подвиге народа живет в сердцах благодарных потомков. Для миллионов россиян День народного единства – особый праздник, который отмечают в каждом уголке нашей многонациональной страны. Так в Щелковском парке культуры и отдыха в этот день состоялась праздничная программа. Патриотизм и любовь к Родине очень много столетий укрепляли нашу страну. И наша история – это пример того, как русский народ сплочен, особенно тогда, когда нашей стране угрожает опасность. И сегодня наш многонациональный народ един. Праздник большой истории, праздник гордости за наше отечество. У нас на территории Российской Федерации проживает более 190 национальностей. Так и на Щелковской земле в мире и согласии проживают разные народы. Собираться вместе в День народного единства – давняя, добрая традиция. Для всех должен быть важен этот праздник. Как иначе, сейчас только так. Такие праздники должны объединять народ. 10 тысяч татар, но больше даже, наверное, у нас по Щелковскому району. Очень много нас. Всегда будет дружба между народами, потому что мы все люди Бога. Бог нас создал разными, разные языки, разные лица, разные кожи. Так что мы все единые. Есть согласие, дружба, оно было, есть и будет. Такие дни они соединяют народы и показывают, что мы едины и мы сильны этим. Сердца Щелковцев сегодня бьются в такт с мелодиями, звучащих со сцены. Представители разных культур России, коллективы и солисты городского округа дарят свое народное творчество. В программе русский фольклор, армянский колорит, татарские мелодичные напевы. Несмотря на то, что сегодня погода не радует теплом и солнцем, замерзнуть в Щелковском городском парке культуры и отдыха точно не получится. Творчество артистов дарит отличное настроение и согревает сердца. Не скучали гости парка и на других его площадках. Подарком самым маленьким стало выступление кукольного театра. А еще любой желающий в этот день мог заполнить свое родословное древо в дань уважения предкам, близким и родным людям, которые жили, живут и, конечно, будут жить в многонациональной стране, огромной дружной семье в России. Анна Балиет, Игорь Поляков, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.